в этом сезоне я катаюсь на роликах usd семерки с рамами fluid carbon 4 на антирокерах рамами очень доволен прям вообще короче получился сетап мечты и мне предоставили на тест колеса всем привет дорогие друзья меня зовут валеронский ир сегодня я нахожусь в скейт-парке на дмитровской здесь есть бетонная рампа памп-трек и такая стрит зона небольшая и я хочу здесь сегодня протестировать колеса бренда василиск 59 миллиметров 90 жесткости соответственно это под агрессивные ролики как вы уже поняли что касается колес катался на очень разных и все колеса имеют определенные свойства даже не всегда соответствует заявленным требованиям которые указывают производитель даже был опыт колес для роликов из докатлона но это было в далеком прошлом и соответственно жесткость колес диаметр влияют на ваше катание и колеса вы подбираете соответственно вашему стилю катания самые наверное классные колеса на которых когда-либо катался под мои задачи это были естественно фамусы у них алюминиевые ступицы и они ехали супер быстро это меня конечно же как всегда радовало но как показала практика они очень быстро стираются и очень дорого стоит сейчас мы попробуем колеса от бренда опять же повторюсь василиск и посмотрим что они умеют могут и какой накат целом чем больше диаметр тем лучше катит колесо чем она жестче тем она лучше проскальзывает если вы катаетесь по фигурам и колеса на данный момент что что у них прикольный дизайн и они черного цвета я наверное ничего не скажу 90 жесткость это достаточно жесткие колеса если для сравнения антирокеры имеют 99 жесткость они служат для того чтобы они проскальзывали по фигурам и соответственно колеса 90 жесткости должны иметь похожий эффект но быть чуть мягче для того чтобы все-таки не проскальзывать везде а и иметь все-таки хоть сцепление колеса к примеру жесткостью 84 имеют очень хорошее виброгашение хорошую цепкость но не очень проскальзывают есть к примеру колеса для фрискейта с жесткостью 90 у меня сейчас знакомый катается на них очень круто слайдить но когда вы перемещаетесь по городу все вот эти стыки неровный асфальт соответственно вы его ощущаете виброгашей никакого нет и еще один момент чем жестче колесо тем лучше у него накат это к примеру как в шоссейных колесах накачать 8 атмосфер или же на фэтбайке накачать 2 атмосферы либо полторы она более мягкая вязкая и она соответственно очень плохо катит но хорошо цепляется и проходит неровной поверхности так нам надо сюда поставить с одной стороны придерживаем откручиваем ось на фиксаторе резьбы поэтому откручивается не супер легко это хорошо потому что бывает что они откручиваются от вибрации сами снимаем колесико вот это штукенция для запрессовки все-таки подшипника когда вы меняете подшипники вытаскиваете старые ставите новые все-таки так это забивается и подшипник у вас хорошо впрессовывается колесо вытащить как видите этой штукой нельзя хотя я очень надеялся в итоге по старинке шестигранник вставляем внутрь спейсер внутри отодвигаем и нагрузкой в разные стороны по часовой или против часовой стрелки друг напротив друг у вас подшипник начинает вылезать и собственно вот я его вытащил дальше у вас спейсер и с другой стороны вынимаем также подшипник здесь ступица пластиковая вынимается все это очень легко так у нас сейчас будет распаковочка естественно распаковочка пошла через одно место колесики уже пошли пляс кстати такое ощущение что они прям очень имеют хорошую жесткость так подшипник вставляем я как раз беру вот этот ключик и а по одной стороной и другой должна не сделал так добить его ничем убивать и так вставляю первое колесо картинкой наружу красивым дизайном фиксирую все это что касается утяжки болтов кстати говоря тут есть один момент с которым сталкивался лично я думаю может многие тоже у разных рам есть вот наличие такой правильно шайбы которая вставляется в раму и есть варианты когда у вас здесь просто выпрессовка пластиковая идет и вот когда у вас стоит алюминиевая такая шайба у вас накат в раме гораздо лучше то есть это более дорогие рамы как правило используются и ведь колеса крутится сразу то есть у вас нету контакта с пластиком подшипника и колеса крутится их можно достаточно сильно затягивать также если у вас нет специального ключа самый банальный вариант вы вставляете сюда болт и колесом давите на этот болт и у вас точно также запрессовывается подшипник возможно даже лучше как я вот поставил затянул проверяю как крутится крутится отлично а еще один хочу попробовать провести тест ну я не уверен что он какой-то объективный суть в том что у разных колес есть свой держак вот я никогда не занимался подобным просто вот сейчас хочу попробовать сучом я беру колесо здесь бетонная гладкая поверхность отшлифованной кладу колесо и прикладываю усилия видите проскальзывает беру новое колесо и прикладываю усилия смотрите держак какой типа чувствуется что новое колесо прям обладает прям совсем другим держаком то есть у этих колес сцепление с поверхностью должно быть лучше но есть одно но эти колеса я уже использовал они и подстерты и и скорее всего в них какой-то парафин есть но они прям проскальзывают а у этих должен быть держак сцепление с поверхностью гораздо лучше вот я делаю первые свои проезды по бетону на новеньких колесах василиск 59 миллиметров которые подходят к всем рамам направления агрессив и жесткостью 90 ну собственно что хотелось бы сказать я немножко удивлен что вот да те колеса которые у меня стояли они уже раскатаны и по сравнению с новыми ехали немножко жеванно а эти прям новенькие катят просто прям великолепно едешь и ну типа и вообще как на коньках по льду про то что я говорил в плане сцепления более эффектное торможение т-стопом соответственно и да сцепление у данных колес с поверхностью с бетонной гораздо лучше поэтому можно не бояться подскользнуться на бетоне потому что он реально скользкий когда делаешь какие-то трюки лично у меня были с этим проблемы теперь я буду чувствовать себя гораздо комфортнее и спокойнее и могу делать всякие приколюхи в общем первое впечатление про колес оказалось верным поскольку колеса новые видимо еще не в пыли не изношены катит вообще супер круто соответственно зацеп как я и говорил по тестам то что проводил по бетону на эти колеса гораздо лучше и останавливаться толкаться разгоняться приземляться на них гораздо спокойнее что касается скольжения если вы допускаете ошибку и цепляетесь колесом естественно здесь это более наказуемо но опять же если парафинить где проходит колесо то она будет нормально проскальзывать но опять же все таки будет все опираться в технику катания вот но лично для меня вот этот вариант колес наиболее интересный нежели тот на чем я катался сейчас погоняю по мелкой грани покажу пар тричков что касается опять же наката в колесах меньше затрат больше наката то есть вы один раз толкнулись и просто проезжаете грань и вот вы опять на разгоне и из-за того что хороший накат в колесах вы можете не напрягаясь кататься туда-сюда если колеса будет скользить хотя бы на точнее катиться накат у них будет процентов на 20 меньше вы будете не доезжать и грубо говоря вам придется делать шаг вам надо будет делать дополнительно разгон на круг это четыре толчка получает соответственно сил у вас будет тратиться больше а когда сил тракта больше катаетесь вы меньше и наката получается чуточку меньше в целом короче колес прикольные накатистые мне нравится ну и черненькие на стиле хороший накат еду замах толчок треха прикольно на новых колесиках по асфальту гасить ну кстати чувствуется на асфальте что колеса имеют сцепление гораздо лучше понятное дело что это колеса какие-то не для помп-трека если кататься на таких колесах пампер мне кажется можно за пару дней их вообще все любые агровые колеса стереть здесь все-таки надо бы колес 8 90 100 но размяться в помп-треке то что надо вот катался я порядка двух часов в парке на жаре в целом колеса мне очень понравились рекомендую пользоваться можно но опять же время покажет насколько быстро они будут стираться и где-нибудь на моем канале можно будет на самом деле посмотреть разницу до и после вот с вами был волерон скир обзор колес на василис